Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 12 февраля, и это выпуск блога «Святая земля сегодня». У нас очень солнечный весенний день, но тема, к сожалению, будет у нас не совсем солнечной. Мы расскажем вам о стройках, которые ведутся в Иерусалиме. Но вот вы уже, наверное, давно поняли, да, те, кто постоянно смотрит наш канал, что мы не занимаемся политикой, сплетнями по поводу резания красной коровы на храмовой горе, постройки третьего храма и всего остального. Но бывают моменты, наверное, в истории, в жизни, когда молчать, что называется, уже невозможно. В Иерусалиме происходят настолько интересные вещи, что мы хотим вам сегодня о них рассказать и показать. А начинаем мы вот с этого библейского холма. Это действительно библейский холм, так он называется в народе, потому что здесь сохранилась природа и ландшафт, не тронутый человеком на протяжении многих тысяч лет, потому что с этого холма очень хорошо видна панорама, видны те места, где мы с вами будем сегодня гулять и наблюдать, что же там строится и зачем. И вот давайте сориентируемся немножко по топографии, чтобы понять, о каких местах сегодня пойдет, собственно, речь, и где эти самые стройки века происходят. Итак, слева от меня на горочке это район Абутор. Дальше мы видим с вами холмы уже Иудейской пустыни, там спуск к Мертвому морю. Дальше деревня Силуан, долина Гейном, через нее идущая. Дальше мы видим Илеонскую гору с русской свечой. Дальше мы видим с вами гору Сион, естественно, старый город, Явские ворота. Дальше здесь у нас шотландский храм святого Андрея Первозванного, апостола Андрея Первозванного. И дальше мы видим уже долину Рифаимов и западный Иерусалим. И там внизу первая станция, собственно, поезда, которую вы уже знаете. Ну и дальше там вдалеке это западные районы Иерусалима и Хевронская дорога. Вот она ведущая в Вифлеем. Как здесь все красиво, вообще святая земля, Израиль, как здесь хорошо, слава Богу, все хорошо. Действительно все очень хорошо. Однако пока мы принимаем всю эту сладкую пропаганду, и, конечно, любой человек, который читает Библию, для него святая земля, это вот такой Дизнеленд. Дизнеленд для верующих людей. Однако представьте себе, какой цирк здесь сейчас будет. Да, здесь, где травка, цветочки, чистый воздух, будет идти из первой остановки, которая находится совсем рядом, в фуникулер. Итак, как Рафаил и сказал, от первой станции поезда, по которой мы с вами уже делали не одну прогулку, экскурсию, будет идти фуникулер. Будет он идти прямо вот буквально над моей головой, как я стою сейчас, над этим библейским холмом, над домами людей, которые живут, через долину Гееном. И прямо к стене плача. Мы с вами поговорим в течение нашего сегодняшнего выпуска, кто строит, зачем строит, почему это так тревожно, и почему строит именно сейчас. Но пока будем все расследовать постепенно, разузнавать, и отправимся к первому месту стройки, которое мы хотели вам показать. И там продолжим наш разговор. Вот здесь у нас когда-то был отель Маунт Зайен, гора Сион. Название такое, потому что из отеля действительно открывается вид на гору Сион, на Иллионскую гору, на долину Гееном. Здесь были довольно дорогие всегда номера. Отель, правда, был старенький, такой убитый, но тем не менее вполне принимал туристов. А сейчас он находится на полной реконструкции, как и большинство, кстати, отелей в Иерусалиме. Но здесь идет мощная стройка. Скорее всего, меняется назначение этого объекта, этого места, потому что как раз-таки над этим отелем и будет проходить фуникулер. Об этом уже известно и об этом написано, можно найти. И, собственно говоря, там, где был когда-то бассейн этого отеля, сейчас идет мощнейшая стройка. Наши религиозные евреи очень сильно протестуют. Вот посмотрите на стройку. Видите, здесь роют такие какие-то котлованы странные. И протестуют наши религиозные евреи из-за того, что здесь нашли, естественно, как и везде в Израиле, огромное количество древних захоронений. У нас вся земля – большое кладбище, а религиозные евреи всегда очень переживают за это, что скверняются могилы людей и недопустимо строительство. Постоянно здесь грохот техники, все соседи окрестных домов страдают, пишут жалобы, пытаются понять, что происходит. Никаких конкретных ответов никто, собственно говоря, не дает. Поэтому мы так и подозреваем с соседями, что строят здесь опоры, столбы для этого самого фуникулера. Вы скажете, ну что такого? Во многих странах мира строят фуникулеры, строят столбы. Почему какая-то секретность? Почему соседям не дают нормальной информации о том, что строится в стране? Вот потому что стройка эта как бы только наполовину законная. А почему наш рассказ впереди? Немножко терпения. Вот посмотрите, какой изумительный ландшафт. Мы с вами стоим на променаде, на дорожке над долиной Гееном. Вот здесь, прямо вот так, вот над этим зданием, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, будет идти канатная дорога к старому городу. На самом деле никакой нужды в ней, в общем-то, нет. По той простой причине, что есть масса дорог и на машинах подъездных, и пешеходных, которые ведут к старому городу, и в частности к Явским воротам, через которые очень близко два шага дойти до Стены Плача, и к мусорным воротам, которые находятся по ту сторону старого города. Ну а самое главное, что эта канатная дорога, если вы включите воображение, да, представить ее себе здесь, она, конечно же, будет очень сильно портить исторический библейский ландшафт. Она будет доставлять массу неудобства, шума людям, которые живут вот в Абутор, да, и которые живут вот в этих домах внизу. То есть просто здесь же жилой район, жилые дома. Ну и самое главное, что в этом строительстве абсолютно нет прозрачности. То есть всем, кто пытается что-то разузнавать об этом строительстве, не дают достаточной информации. Хотя вроде бы как это государством одобрено. Но строит это абсолютно частная компания, компания, которая имеет статус некоммерческой общественной организации. Она осуществляет целый ряд проектов в Иерусалиме. И вот об этой компании, пока мы идем к следующей интереснейшей точке, Рафаэл вам сейчас немножко расскажет. Вот общественная организация, это очень, конечно, мило, это очень патриотично. Люди, которые за традиционные иудейские ценности. Изначально организация, которая называется на иврит Амутат Эль-Ад. Эль-Ад это аббревиатура, которая означает «к граду Давидову». То есть Эль-Ир-Давид. Град Давидов это как раз то место, где исторически древнейшая часть города Иерусалима находится на территории нынешней деревни восточном Иерусалиме, палестинской деревни Силуан, которую мы вам покажем. Итак, эта организация Эль-Ад, которую возглавляет бизнесмен Давид Беэри, была основана в 80-х годах. Их главная цель изначально было просто приобретение недвижимости в Силуан. То есть приобретение, как они считают, это искупление. Они искупают от иноверцев, от неевреев дома, и они как евреи тогда возвращаются на свою историческую родину, историческую городу. И это все очень даже понятно. То есть это началось именно с такой организации, которой в принципе особого поддержка от правительства они не приняли. Они считались маргиналами. Но ближе к концу 90-х годов они поняли, что для того, чтобы успеть и для того, чтобы получить субсидии и помощь от правительства, они должны подключиться не только к этим очень узким националистическим еврейским правым крылом с поселенцами, и с песнями, и с патриотизмом. Они должны также показать, что это имеет научный интерес. Поэтому археологические раскопки на территории города Давидов, которые действительно там нашли потрясающие находки, естественно. Это бесспорно. Археология это очень важно. Но проблема, когда археология становится политизированной. Когда на месте, где ты находишь, например, любой археологический сайт, любые раскопки, они связаны с многогранным, многослойным историем. Там всегда будет арабский период, византийский период, римский период. Ну что-то найдем, конечно, от иудейских периодов, от древнего библейского Израиля, но также от каких-то евусеев. Найдем там какие-то языческие статуэтки. И вот дело в том, что все это богатство никто не видит. Видит только очень конкретная история. История, которая, конечно, очень интересная, но это только одна из множествых историй. То есть там о том, что были там церкви православные, никто вам не скажет. О том, что там были какие-то языческие капиши, тоже никто не скажет. Там скажут, что там были евреи, они куда-то ушли, и потом они вернулись. И к этому еще подключается туризм. Так что они получают легитимизацию своей деятельности. И это, в принципе, осваивание, раскулячение, по-другому я это не назову. Потому что они иногда с угрозами просто приобретают недвижимость у арабов очень сомнительными, смутными способами. И дальше, как это развивается, туризм и археология. Их начало деятельности было на территории места, которое называется Ир-Давид. Поэтому и общественная организация называется Эль-Ад. Однако они стали потихонечку и сюда добираться, даже в западный и в южном Иерусалиме. То есть видите, как интересно. Получается, что археология становится идеологией. Получается, что вместо заботы о бедных инвалидах, которым, наверное, если у них нет машины, действительно будет удобнее добраться до стены плача на фуникулёре, вместо заботы о бедных инвалидах мы имеем уже дело с освоением территории. С освоением территории определенной группой людей. В Израиле, как вы знаете, живут два народа. Евреи и арабы. Соответственно, палестинцы. Соответственно, в нашей стране всегда у всех нормальных политических лидеров была главной задачей сохранение вот этого хрупкого мира, который сохранять очень сложно, особенно в Иерусалиме. И вот что мы видим? В период локдаунов, в период, когда страна была вся парализована, развернулись массивнейшие стройки. Примерно полторы-две недели назад, в период строжайшего локдауна, появился вот этот котлован на противоположной стороне долины. Поначалу мы подумали, что его вырыли для того, чтобы соорудить здесь опору для канатной дороги, которая будет начинаться вот оттуда. Однако, прошерстив интернет, мы узнали, что этот котлован к канатной дороге отношения никакого не имеет. Однако имеет отношение к еще одному мегапроекту, который экстренно строят над долиной Гееном. В то же самое время, когда рыли котлован, вот здесь, в долине Гееном, появился этот странный огородик. Надо вам объяснить, что долина эта – это уникальная, девственная, абсолютно долина в самом Иерусалиме, где сохранилась буквально нетронутая рукой человека библейская природа. И вот мы из частного, но достоверного источника узнали, что общество охраны парков и национальных заповедников Израиля строит здесь библейский сад, сад библейских растений. Спрашивается, зачем строить сад библейских растений там, где они и так растут в девственной природе, и где никто никогда не гуляет, кроме палестинских пастухов со своими козами? Связь между котлованом и библейским садиком есть. И ответ кроется вот в этой маленькой табличке. Это указатель на Бейт-Багай – зал торжеств, который недавно здесь соорудили. Посмотрите на эту арфочку. Вот эта арфа царя Давида – это символ Амуты-Эль-Ад. Такая же арфа украшает вход на раскопки града Давидова. Так вот, оказывается, что здесь построили у нас небольшой зал торжеств совсем тоже недавно. Притом, посмотрите, в дикой деревне Абутур, где инфраструктуры-то нормальной нет, дорог нормальных нет, кругом одни арабы живут практически, здесь построили зал торжеств. Зал торжеств для евреев-поселенцев. Это те религиозные евреи, националисты, которые селятся на арабских территориях и в самом Мерусалиме, и за его пределами. И вот там, где этот котлован, будет стоять опора, но только не для канатной дороги, а для ещё одного проекта. Здесь от кафе, от вот этого зала торжеств Бейт-Багай, что в переводе означает «дом над долиной Гейном», будет идти мост, мост канатный, экстрим-мост подвесной, по которому можно будет ходить на гору Сион пешком. Вот сейчас мы вам покажем, в интернете можно найти, правда, в очень слабом, низком разрешении, такие вот иллюстрации, как планируют этот мост построить. Особо много информации об этом нет. И вот, собственно говоря, библейский садик будет находиться как бы под этим мостом, ну, видимо, для пущего привлечения публики к этому месту. Поселенцы любят слушать весёлую патриотическую музыку религиозного содержания, чему мы с вами сейчас являемся прямыми свидетелями. Вот такие весёлые, задорные, религиозные ребята. Это была религиозная музыка еврейская. Вот эти люди всегда должны какие-то искусственные зажигатели, я не знаю, как бы. Это могут быть какие-то наркотики или какие-то там музыка такая азартная, ай-яй-яй-яй. Это была религиозная национальная музыка. Вы поняли, это определённый стиль. Не все израильтяне это поддерживают, такое течение религиозного фанатизма, простите, национализма, которые считают, что всё должно принадлежать им. Арабов здесь просто не должно быть как таковых. Христиан желательно тоже. И вот этот такой задор, музыка, веселье, плюс к этому добавляются деньги, определённое влияние, видимо, правительство, которое они тоже поддержку определённую находят. Это не просто милая молодёжь, это националисты, да, вот как бы вот это надо понять. Наверное, в любой стране мира национализм – это плохо, конечно, но особенно это плохо здесь, потому что Иерусалим – это город трёх религий. Как ни крути, это город международный. Иерусалим не может принадлежать кому-то одному в отдельности. Так не было исторически, здесь всегда жили разные народы. И, к сожалению, вот такие процессы захвата территории мы с вами сейчас наблюдаем. Последние пару месяцев особенно очень-очень активно. Но подождите, у нас впереди ещё много интересного. Мы ещё придём сегодня к стене плача и обязательно покажем вам, что творится там. Вот мы подошли поближе к этой кафушке, из которой ехали весёлые религиозные девочки. Вот здесь мы видим, с вами висит израильский флаг. Ну что же, государство Израиль, почему бы не висеть флагу? Да, но только вот здесь мы видим с вами деревню Силуан. Это арабская деревня, огромная. И над кафушкой, собственно говоря, вам сейчас не видно, но поверьте, на слово находится Абутор. Ещё одна арабская деревня. То есть, получается, эта кафушка вклинина между двумя крупнейшими арабскими деревнями большими, такими значимыми в Иерусалиме. Над флагштоком мы с вами видим ту же самую арфочку. То есть, это места, принадлежащие Амута-эль-Ад. Очень интересная кафушка. Всё закрыто. Сюда можно идти только по договорённости. Они только своих принимают. Это не для всех. Мы же видели эти девочки, которые весёленькие, да? Вот. Дело в том, что только они... Это не для всех граждан, это ясно. Это только для определённых, очень конкретных... Да, не для всех израильтян, а для конкретно только людей из своего лагеря. Можно посмотреть, как бы, вот там, где площадка для свадоб. Вот, поднимайся. Вот как раз отсюда будет тот самый мостик. То есть, именно по этому направлению до, фактически, вот этого кладбища, где как раз похоронен Шиндлер. Может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Список Шиндлера». Так что гора Сион — это не только место и успея, и так далее, но это место захоронения, там, лютеранское кладбище, где был похоронен Шиндлер. Вот, и что интересно, на горе Сион стоит место Успения Божьей Матери, монастырь Дармицион католический, и там находится, естественно, сионская горница, но и гроб царя Давида. И поэтому вот здесь, справа, вот эта территория, она тоже принадлежит израильтянам. Там есть, ну отсюда не видно, я так показала очень общо, там тоже есть синагога. И именно в локдауны, и вообще в период коронавируса, да, но и в локдауны усилились праздники там. То есть мы прямо иногда слышим такой грохот, прямо вот музыки религиозной, при том иногда целыми днями действительно очень громко. Вот нас, например, наших соседей, хотя мы живем в еврейской части Абутора, такие же израильтяне, евритоговорящие наши соседи, но их, например, очень раздражает, потому что это мешает всем остальным. Кто-то учится, кто-то отдыхает, а оттуда раздается музыка. Также из этой кафушки тоже часто звучит очень громкая вот такая религиозная еврейская националистическая музыка. То есть представьте себе, вот вся эта библейская, палестинская территория будет сейчас превращаться в такой псевдобиблейский Дизнеленд для очень определенной части израильской населения. Ну, что творится у нас над долиной Гееном, думаю, вы уже поняли. А теперь мы идем в старый город и подойдем к стене плача и покажем вам, что там за стройка века, вызвавшая столько шума в интернете. Отчасти зря, но отчасти и не зря. Поглядим, увидим. Ну вот, итак, мы сейчас с вами идем в сторону стены плача. Вот как раз сзади меня стен старого города, храмовая гора, и отсюда как раз началась древнейшая дорога, которая вела людей и паломников времен Христа к храму, который стоял там, храм Иродов. Но также мы стоим на месте, где находится нынешняя восточно-ирусалимская арабская деревня Силуан. Дело в том, что какой план есть для освоения города, хотя также, кроме фуникулера, чтобы вокруг стен Иерусалима был национальный парк. И тут его и есть. Мы же видели, что Гиена как раз это и есть парк. И чуть дальше отсюда, там же, где мы гуляли неделю назад с вами, если вы посмотрели наш выпуск, и находится долина Кедрон. Но вот эта как раз часть, где я стою, это, скажем так, неудобная часть. И как раз над этой частью будет не только фуникулер, еще над нашей дорогой, и это, дорогие мои, никаких фантазий или никаких заговоров нет. Есть реальная туннель. И этот туннель, который идет подо мной, идет по этой же дороге, прямо до Стены Плача, и даже не только до Стены Плача, даже под Храмовой горой. Это не фейк и ничего есть. Все реальные документы, документации существуют, и все это, и все это можно вам даже показать. Кроме того, вот эта организация Эль-Ад и сам хозяин организации, бизнесмен Давид Берри, живет как раз довольно скромно, я бы сказал, да, он не похож на русских олигархов, но тем не менее человек очень влиятельный, очень богатый, живет он как раз на этом месте. А почему именно здесь? Потому что классно жить там, где жил царь Давид. Ну, хочется чувствовать вот бедного человека, потомок каких-то выходцев из Европы, которые сбежали из нацистской Германии. Ну, хочется им почувствовать круто. И вот здесь израилетяне могут чувствовать себя круто. Мы с вами идем к старому городу через территорию Ир-Давид. Как раз здесь она начинается, и слева мы видим первое место, хорошо известное всем паломникам, это купель Силуам, место, где Христос исцелил слепорожденного. То, на что мы сейчас смотрим, это, собственно, сама купель, в которой был построен в V веке храм императрицы Евдокии. Конечно же, никакой таблички о храме здесь и в помине нет. Это место также принадлежит Амутея-эль-Ад. Также отсюда выходят те туристы, которые идут по туннелю Иезекии. Туннель Иезекии идет от Силамской купели, ну, можно наоборот, от источника Гихон до Силамской купели. Так обычно маршрут строится. И вот сейчас мы с вами поднимаемся в гору и хотим подойти к главной штаб-квартире, так скажем, Амутея-эль-Ад. Это так называемый Ирдавид, град Давидов. Действительно уникальные раскопки Иерусалима времен Давида. Вот мы с вами видим такие мощные ворота, видим даже пост охранника. Кто же здесь живет? Нет, друзья мои, ни министр, ни премьер-министр. Обычные люди. Просто это арабская деревня. Силуан, соответственно, это еврейские дома. То есть здесь живут израильтяне-поселенцы, которые живут здесь, скажем так, для того, чтобы занимать территорию, для того, чтобы, скажем так, осваивать места, которые, как они считают, по праву, историческому праву, принадлежат исключительно им. Вот мы с вами идем прямо по той части деревни Силуан, которая давно уже застроена, захвачена израильтянами, застроена домами. И они здесь живут, ну, так скажем, немножко на осадном положении. Прямо признаемся, не позавидуешь людям, потому что арабам, конечно, это абсолютно-абсолютно не нравится, что здесь, вот прямо в их арабской деревне, поселились израильтяне. А селятся они именно возле Ирдавида, то есть возле археологического парка города Давидова. Вот здесь мы видим с вами небольшую детскую площадку, как вы видите, огороженную со всех сторон забором. Это площадка вот как раз поселенцев, семей еврейских, которые здесь живут. Здесь вообще живет всего пять семей, так вот постоянно. С 91-го года началось возвращение сюда евреев, в это место. И вот мы видим как раз деток поселенцев, мальчик с автоматом. Типичная такая картина, потому что дети поселенцев так довольно воинственно настроены защищать родную землю, очищать ее от всех арабов и прочих язычников. И бегают они по раскопкам древних гробов времен царя Давида. Это как раз уже начало территории Ирдавида. То есть мы видим с вами, что как раз-таки люди селятся вот просто буквально на археологических раскопках. Все бы было ничего, но на эту площадку не пойдут играть дети из деревни Силуан. Она построена не для них. Не пойдут, потому что между двумя народами существует вражда. И с обеих сторон детей, конечно же, настраивают против. И никогда арабские детки не пойдут играть на площадку поселенцев. Вот, как вы видите, протестуют против съемок. Это дома поселенцев. Даже название улицы они придумывали, назвали ее Гранатовый сад. Я попробовала снять, они меня обматюкали. Простите за выражение. Ну, потому что есть очень много людей, которые считают, что они не совсем правы. Видите, у них кругом камеры. Вот такой Бейт Тамар. Да, они придумали все. Дом финика. Придуманные названия, крепкие заборы. Ну, то есть, название библейские. Да, Рафаилл тут мне подсказывает. Вот, смотрите, дом Левона. Это тоже библейское растение, из которого делали ладан. Посмотрите, какие красивые, крепкие дома построили. То есть, так обосновались здесь надолго, поближе к храмовой горе, поближе к тому месту, откуда начинался, да, собственно, на том месте, откуда начинался древний Иерусалим. Вот еще один красивый дом Бейт Хадерет. Обратите внимание, на всех табличках домов, поселенцев здесь обязательно уже хорошо знакомая нам арфочка. Символ Амуты Эль-Ад. Ну, а вот здесь мы с вами видим карту. Мы с вами сегодня ходим вот по этой красной дорожке. Ну, а под картой мы видим значок все той же Амуты Эль-Ад, град Давидов и общество охранов, охраны парков и национальных заповедников Израиля. То есть, здесь уже их сотрудничество подкреплено, можно сказать, наглядно и официально. Ну, вот как раз это хорошая схема Силуана, град Давидов. Это смесь, как мы видим, национального парка, раскопки и частной собственности на территории, где до этого жили палестинцы восточного Иерусалима. Как раз вот эта зеленая дорога, да, это главная дорога, где сейчас в наши дни существует туннель. И туннель ведет людей в принципе отсюда до Стены Плача, по сути дела. Это и есть Western Wall Плаца, видите, это как раз простор, куда мы идем с вами сейчас. А мы с вами шли как раз по этой красной дорожечке, улице, которую сейчас называют Пардес Римоним, мы находимся здесь. Это в принципе вход в древний Warren Shaft, как бы Shaft Воррена и так далее, Пьер Воррена, шахта Воррена, простите. Мы об этом с вами поговорим в другой раз, это как бы не наша цель сейчас. Вот тут мы видим с вами уже совсем близко стену старого города мусорные ворота, через которые мы пойдем к стене Плача. А это вход в град Давидов. И вот тут у нас арфа царя Давида, вот эта лирочка, знак, который мы видели с вами сегодня, как на всех углах, да, везде. Вот тут он нас уже встречает во всей красе. Вот здесь проход на раскопки Иерусалима времен царя Давида. Это национальный парк Израиля. И раскопки эти провела и парком владеет Амута Эль Ад, как мы уже говорили и рассказывали вам сегодня. Ну вот, а впереди стена старого города, к которому мы, собственно, и идем с вами. Прямо напротив входа в Ир Давид находится еще один археологический парк. Видим хорошо знакомую арфу, мы уже поняли, кто ведет здесь раскопки. Да, естественно, Амута Эль Ад это знаменитый Ханайон Гевати или парковка Гевати. Это действительно была парковка для машин, но археологи обнаружили там массу интереснейших, уникальных совершенно находок. Это здания и фортификационные укрепления Иерусалима разных периодов и времен царя Давида, и эллинистического периода, и даже римского, и византийского. И вот здесь и будет заканчиваться та канатная дорога, с которой мы начали наш сегодняшний выпуск. Вот сюда будут приезжать люди на канатке, и здесь будет стоять семиэтажное огромное здание, у которого даже уже есть название. Оно будет называться комплекс или центр Кедем, то есть центр древности. Надо полагать, что сами раскопки будут в нижнем этаже, дальше будут магазины, кафе, и наверху последняя остановка вот этой канатной дороги. Нужно ли говорить, что это здание изуродует вид, перекроет с собой сами стены старого города, и, конечно же, никак не прибавит библейского духу к нашему старому городу. Здесь очень такие симпатичные плакаты, на которых изображается счастье иерусалимцев и туристов, гостей города, которые они будут испытывать, когда всё это будет создано и построено. То, что привлекательно, мы не видим на картинке ни одного человека восточной арабской внешности. Никого нет в хиджабе, никого нет с крестом. Мы видим людей абсолютно такой вот европейской, ашкенатской внешности. В общем-то, евреи однозначно по внешности это можно легко судить, да и по надписям. Нет ни одной надписи на арабском языке. То есть вот Амута-эль-Ад вот так представляет себе будущее Иерусалима. Нет паломников, нет христиан, нет мусульман, есть евреи, есть светские туристы, которые хотят поддержать евреев, поддержать Израиль. И вот, собственно говоря, такие вот мегапроекты вокруг Храмовой горы, вокруг Старого города. А вот тут как раз изображены ступени, которые под нами. Мы с вами стоим возле мусорных ворот. Вот они, через которые проход в стене плача. Вот этот туннель идет под нами к Храмовой горе. А вот тут еще один проект Амуты-эль-Ад, от которого уже страдает добрая часть половины жителей нашего района, особенно кто с детьми, потому что мы живем возле Тайелета. И по парку, и по всем прилегающим паркам едут люди вот на этих седжуэях. Это тоже Амута-эль-Ад владеет седжуэями. Тут есть станции, где можно взять их на прокат. И это тихий ужас, потому что они ездить тоже не умеют. Это же простые люди, ну, как бы, туристы такие, ну, местные, взрывы тяне. А в результате еще много очень религиозных этим пользуются. Тетеньки в юбках. И страсть просто божья, потому что сбить могут и ребенка, и коляску. Всегда все мамы очень сердятся на них и пытаются как-то сразу переходить на другую сторону улицы, если седжуэй перед собой видят. Вот эти мусорные ворота Иерусалима известны сегодня только тем туристам, которые, собственно, идут к стене плача. Все остальные сотни тысяч, миллионы туристов-христиан проходят через, естественно, явские, новые, дамасские ворота, то есть через христианские и мусульманские кварталы Иерусалима. Мы же сейчас в еврейском квартале города. И вот эти самые мусорные ворота по плану должны стать основными для входа в город. То есть, чтобы знакомство туристов с Иерусалимом начиналось от стены плача. Вот здесь Офель, в принципе, посещается обычно туристами, вот чтобы отсюда, собственно, всё, начинался осмотр города, а никак не с Явских ворот и гроба Господня. Для этого, собственно, и будет существовать фуникулер, да, чтобы он доставлял туристов куда надо. Ну и, естественно, магазины. Самый острый вопрос, коммерция, да, чтобы туристы не покупали в арабских, мусульманских и христианских лавках, а покупали всё сразу здесь, в еврейском районе. То есть, идёт экспансия еврейского района, укрепление, присутствие иудеев, евреев в старом городе. В принципе, в какой-то степени в ущерб всем остальным. Ну а впереди проход к стене плача. Сейчас здесь не так много людей. У нас страна по-прежнему наглухо закрыта, туристов у нас никаких нет. Это местные израильтяне, которые идут помолиться к стене плача. Тоже вот видим здесь флаг израильский. И сейчас я убираю камеру, потому что будет тщательная проверка служб безопасности, а потом я уже включусь около стены плача. Самой посмотрим, что там строят и зачем. Ну вот мы с вами и на площадке у стены плача. Нужно объяснить, что до 1967 года, то есть до Шестидневной войны, никакой площадки здесь не было. Здесь был жилой район. Когда Израиль в ходе войны овладел Восточным Иерусалимом, вот тогда дома снесли и вот эту площадку устроили. То есть в те годы здесь тоже была мощная-мощная стройка. Надо еще объяснить одну вещь, что мы с вами не на храмовой горе. Мы находимся у стены плача. Стена плача это не что иное, как западный склон храмовой горы. То есть мы находимся как бы возле храмовой горы. Сама же храмовая гора вот там наверху, справа, где деревья, вот мы видим золотой купол виднеется, да, и ведет на храмовую гору мост. Вот этот мост называется Магребинский мост, по которому любой человек в определенные часы может подняться и посетить храмовую гору. Молиться же там могут только мусульмане, потому что гора принадлежит мусульманам. Кстати, есть точные сведения, что мост будут скоро менять. Это официально пишут в газетах у нас. Будет строиться новый мост на храмовую гору, что вызывает, конечно, уже море возмущения у мусульман. Дело в том, что это место особого напряжения. Для мусульман это место тоже святое. По их верованиям пророк Мухаммед был восхищен здесь на небо, ему был показан рай. А у этой стены он как раз привязывал своего крылатого коня Аль-Бурака. Ну, а для евреев понятно, храмовая гора это место ветхозаветного храма. И вот напротив стены плача мы видим действительно стройку. Здесь строится большое здание, которое строит фонд охраны наследия стены плача. Так можно перевести. И что точно здесь будет в этом здании пока не очень понятно, но судя по тому, что пишут, там будут и офисы, и наверняка какой-то музей, какие-то экспозиции, выставки и так далее. И, конечно, и строительство моста, которое грядет, вот Магребинский мост новый будут строить, да, мы говорили, и это здание, что здесь строится, конечно, всё это вызывает напряжение, тревогу и негатив со стороны мусульман. А вот там, где я сейчас показываю рукой, это здание еврейского квартала старого города, это синагоги, которые были построены уже после войны шестидневной, то есть 70-е, 80-е годы и дальше, ну, прямо-таки, скажем, коробки. И вот лестница, лестница, по которой все паломники, туристы и местные спускаются вот сюда к стене плача. Обратите внимание, что синагоги выше стены плача, то есть из верхних этажей видна храмовая гора. Ну вот, лестница эта, в общем-то, конечно, трудна для людей пожилых и инвалидов, поэтому здесь ведётся ещё одна стройка, строится лифт, вот здесь будет лифт, прямо из еврейского квартала до стены плача. Вот это ещё один объект, который совершенно известно, точно строится здесь, возле храмовой горы. Ну, а пока инвалиды, как мы видим, по старинке подъезжают к стене плача на машинах. На самой же храмовой горе никакое строительство не ведётся. То есть, то, что говорят в интернете, это фейк. Хотя, мы с вами можем быть уверены, что Амута-эль-Ад, с которой мы немного познакомились в сегодняшнем выпуске, ты, конечно, мечтала бы построить там что-нибудь. И у нас есть целое общество ревнителей храма, есть институт третьего храма. То есть, есть большая партия людей, которая стремится к осуществлению этого строительства, но пока для него нет никаких политических, скажем так, возможностей. Потому что гора принадлежит мусульманам, и контроль там очень жёсткий за соблюдением вот этого баланса религиозного присутствия там. То есть, молиться там могут только мусульмане. Там, кстати, всегда дежурит и армия Израиля, и полиция тоже следят за порядком. И, конечно, никакие экстремистские, национальные вот такие организации, как Амута-эль-Ад, ничего делать там не могут. Для этого должна очень сильно измениться политическая обстановка. Пока этого не происходит. Ну, вот мы как могли осветили ситуацию насколько могли без эмоций. Вы уж нас простите, но мы люди артистичные, эмоциональные. Но другой вопрос, Анна, это почему именно сейчас, когда есть такие мировые проблемы, никаких перспектив на туризм пока в скорой, как бы, будущей нет. Зачем надо все эти инфраструктуры так усиленно строить? Зачем нужны все эти фуникулеры, мосты, туннели? Для кого это делают? На самом деле. Я не скажу, потому что я сам не знаю, но как бы стоит об этом задумываться, что неужели нету другой необходимости помочь, например, людей, которые у них безработицы или какие-то другие проблемы. Что за срочности сейчас именно восстановить стены плача, когда никаких туристов нет и скоро даже не будут их? Строить лифт для миллионов туристов, которые скоро здесь будут. какие туристы, что за цель, что именно здесь хотят делать? Для меня, честно говоря, это загадка до сих пор. А вы сами подумайте, как вам кажется. Ну вот, дорогие наши друзья, любители Святой Земли, любители Иерусалима и видеопутешествий, мы с вами на сегодня прощаемся. Фули, перестань сейчас. Фули, безобразник, шутит. Вот, мы прощаемся с вами на сегодня, но мы надеемся выходить в эфир по-прежнему по средам и пятницам рассказывать вам о том, что происходит на Святой Земле, что происходит в нашей жизни и надеемся так же, что и вы останетесь верными друзьями нашего канала. И что увидим вас без масок. До свидания, дорогие. До скорых встреч. До встречи.